Добрый день, друзья! Мы продолжаем разговор об астрономии. В прошлый раз мы поговорили о телескопах. Телескоп лишь создает изображение далекого космического объекта. Ведь это изображение надо увидеть, сфотографировать, запомнить для дальнейшего анализа. Эту роль исполняют специальные приборы под названием приемники излучения. У любого телескопа, и оптического, и радиорентгеновского, обязательно есть часть, которую мы называем приемником. То есть та часть, которая принимает собранное телескопом излучение и передает его дальше в компьютер для анализа и запоминания. Кроме этого, мы сегодня поговорим о влиянии атмосферы. Что делать? Астрономы в основном работают на поверхности Земли, и наши телескопы в основном смотрят сквозь атмосферу Земли на космические объекты. Итак, приемники излучения. Поговорим, конечно, о глазах человека, о фотопластинках и об электронных приемниках, которые постепенно я вам объясню, вот эти загадочные аббревиатуры ФЭУ, ЭОП, ПЗС. Может быть, они уже кому-то из вас известны, но мы о них поговорим. Итак, первый приемник фотонов, первый приемник оптических лучей, конечно, в телескопе был глазом человека. Сначала изобретение телескопа с 1609 года и до середины 19 века астрономы смотрели в телескоп глазом. У глаза свои особенности, свои замечательные свойства. Глаз человека — это удивительный прибор, но и свои недостатки, конечно. Познакомимся с глазом. Во-первых, роль объектива, то есть той части, которая создает изображение, играет и передняя поверхность, и внутри нее жидкость, и дальше, кстати, внутри глазного яблока тоже жидкость. Но, пожалуй, основной элемент, который динамически работает, изменяет свои свойства, это хрусталик. И хрусталик интересен тем, что он может сжиматься и расширяться, меняя кривизну своей поверхности. И когда мы объект наблюдения подносим к глазу, вот тут он далеко, а здесь он близко, хрусталику приходится с помощью мышц глазного яблока искривлять свою поверхность все сильнее и сильнее, чтобы лучи сильнее преломились и все-таки сфокусировались тут на задней поверхности глаза, на сетчатке. Вот так работает. Можно сказать, что это активный оптический элемент, и он сегодня уже есть в некоторых телескопах, но поначалу был присущ только живым существам, человеку. Сетчатка глаза — та поверхность, которая воспринимает свет. Ну, собственно, если это можно назвать телескопом нашего глаза или его объективом, то вот это — приемник света. Сетчатка очень сложно устроена. Там сотни миллионов отдельных клеток, воспринимающих свет. Их называют колбочками и палочками, но кроме них есть и другие, там, ганглиозные клетки. Но колбочки и палочки — это главные приемники света. Колбочки бывают трех сортов. Ну, грубо говоря, красный, зеленый, голубой — РЖБ. Ну, как у нас в ПЗС-матрицах и на экране компьютера, на мониторах. А палочки, они воспринимают свет любого цвета, то есть они черно-белое изображение фиксируют, но зато у них более широкий спектральный диапазон, но зато они более чувствительны к слабым потокам света. И вот сочетание колбочек и палочек дает нам возможность и ночью более или менее что-то различать. Это палочки работают. А колбочки при ярком дневном освещении делят свет на отдельные цвета, и наш мозг синтезирует из них цветное изображение. Ну, долго... Вообще глаз, ребята, если у вас будет возможность детально познакомиться с физиологией и оптикой работы глаза, я вам очень советую. Глаз — это крайне сложный инструмент, в котором и компьютер живой тоже работает. Глаз ведь не просто передает пиксель за пикселем, как наши электронные приемники света, информацию в мозг. Представьте себе сотни миллионов пикселей и с частотой там 15 кадров в секунду, а у нашего глаза частота кадров примерно 12-15 кадров в секунду. В мозг такая информация просто не поместилась бы, поэтому тут предварительная обработка изображения проводится. Оно делается более простым, оно, грубо говоря, оцифровывается, но это немножко не тот термин, конечно, это не компьютер в прямом смысле, но оно упрощается, делается геометрически более простым, и тогда наш мозг может его воспринимать без перегрузки и быстро реагировать на какие-то важные вещи. В общем, советую вам с глазом познакомиться поближе. Пойдем дальше. Я уже рассказал о том, что сетчатка — это очень сложная биологическая структура, которая принимает и обрабатывает изображение. Вот в чем ее секрет, и потом только передает в мозг. Что делать? Кроме глаза у человека долго ничего не было, а телескопы росли в размерах, собирали все более и более слабый свет. Вот посмотрите, туманность Ориона — это большое газовое облако светящееся, зарисованное при наблюдении в телескоп, начало 19-го, первое десятилетие 19-го века. Вот так глаз человека воспринимал изображение. Тут оно, конечно, в негативном виде зарисовано, то есть там, где яркие части на рисунке, они более темные. Ну, просто карандашом так легче работать на бумаге. А теперь сравним его с фотографией, современной фотографией того же объекта, той же туманности в созвездии Ориона. Это рисунок глаза, это фотография, сделанная современным электронным приемником. Что-то общее есть, что-то общее есть, но все-таки глаз не все элементы выделил и, наоборот, некоторые элементы придумал, те, которых на самом деле в изображении нет. Это вот особенность нашего зрения. Мы иногда фантазируем и принимаем невидимое за реальное. Ну, так устроен наш глаз. Самый, пожалуй, известный пример на этот счет — это каналы на Марсе. В середине 19-го века заметили, а к концу 19-го века стали детально зарисовывать карту мелких, тонких линий, прямых линий на поверхности Марса. Назвали их каналами. Некоторые даже думали, что это реально каналы, созданные марсианами, и вдоль каналов растут зеленые растения, и таким образом мы эти темные полоски видим на поверхности Марса. Ну, что вы думаете? Когда наступила эпоха космонавтики, к Марсу подлетели, или космические телескопы его стали, это вот телескоп Хаббл в данном случае фотографировать очень четко. Где каналы? Рисовали каналы, а на самом деле их не оказалось. Это те же полушария Марса, которые были зарисованы, а в конце 20-го века сфотографированы. Глаз придумал эти каналы. Он сообщил мозгу о каких-то прямых линиях, которые на самом деле из случайных точек, из каких-то полутонов глаз собрал, упростил картину, сделал ее более четкой, и таким образом обманул наблюдателя. Поэтому глаз не самый эффективный приемник света. Но в середине 19 века была изобретена фотография. Фотография — это, конечно, объектив, но объективы тогда были известным делом, мы их уже делали хорошо. А где приемник света? Приемник света в конце этой конструкции гармошкообразной или вот здесь вот в этом фотоаппарате. Это стеклянная фотопластинка. Вот сейчас я на фотографии держу перед вами классическую астрономическую фотопластинку. Это плоский кусочек стекла, на который налит и застыл слой желатина. Ну, знаете, такой на холодец похожий, очень почти твердое вещество, которое застывает и становится почти твердым. Ну, желатин есть желатин. Но это не просто желатин. В него замешано химическое вещество, там аргентум бром, аргентум хлор. Такие кристаллы вещества, которые при попадании на них света чернеют после их обработки химическими реактивами. И таким образом на фотопластинке получается изображение того кусочка неба, который вы снимаете. Вот классический астроном середины 20 века. И я также ходил в то время на наблюдение. Идешь в башню телескопа, несешь подмышкой кассету, плотно закрытую, чтобы дневной свет ее не испортил, с фотопластинкой. Вешаешь на телескоп, тут объектив, тут изображение, вешаешь в фотопластинку, открываешь затвор, вот эту полосочку, затвор такой тонкий металлический вытягиваешь, и фотопластинка становится, ей становится виден объектив, и объектив на ней создает изображение. Потом в химических реактивах ее купают, эту фотопластинку, и на ней появляется изображение неба. И затем специальный микроскоп смотрит на эту фотопластинку, на одну, либо на две, вот в данном случае, тут две фотопластинки, на них снят один и тот же кусочек неба, но в разные дни, точнее в разные ночи. И глядя то одним, то другим объективом, тут два объектива этого микроскопа, но один окуляр. И вы можете быстро-быстро вот этой ручкой перебрасывать с помощью зеркальца взгляд то на одну фотопластинку, то на другую. Если какой-то новый объект появился в одну из ночей, тогда мигание этого объекта на изображении быстро подскажет вам, что вы открыли что-то новое. Вот, пожалуйста, кстати говоря, это не просто человек, это Клайд Томба, который открыл Плутон в 1930 году. Именно так он его и открыл, рассматривая снятые в несколько последовательных ночей фотопластинки. Это та самая пара фотопластинок, на которых был открыт Плутон. Вот этой стрелочкой показано его положение в одну ночь, а потом он переместился и во вторую ночь был уже здесь. И именно вот это его перемещение, звезды-то на месте стоят, они же далеко, они так не могут зрительно переместиться за две-три ночи. А Плутон, он рядом с нами в Солнечной системе, и поэтому мы сразу замечаем объект, который перемещается на фотопластинке. Фотопластинки служили нам долго, но, надо сказать, способности их не безграничны. Они довольно плохо воспринимают свет, и если на фотопластинку упало, например, 100 фотонов, то из них штук пять только оставят свой след, а остальные пройдут незамеченными. В начале XX века появились электрические, а точнее говоря, электронные приемники света, и астрономы стали переходить уже использовать их в качестве сначала дополнения, а потом уже полностью заменили фотопластинки. Самый элементарный — это фотоэлемент. Колба, из которой откачан воздух, и там два электрода — катод и анод. К ним присоединены полюса батареи. Каноду — плюс, катоду — минус. Колба прозрачная. Свет входит сюда, падает на поверхность фотокатода, и его энергии хватает, кванты, если достаточно мощные, чтобы выбить из поверхности фотокатода, металлическая поверхность, обычная чем-то покрытая полупроводниковым составом, выбить электроны. Электрон выскакивает из этой пластинки, куда ему деваться? Тут отрицательный полюс батареи, тут положительный. У электрона отрицательный заряд. Значит, отталкивается от катода, летит к аноду и поглощается на нем. То есть цепь замыкается, начинает течь электрический ток. Чем ярче свет падает на фотокатод, тем сильнее ток. Его регистрируют, измеряют гальванометром, прибором, амперметром, и таким образом узнают, какой яркости, какой мощности свет падает на поверхность фотокатода. Хороший прибор, но это лишь первые шаги были, а потом история стала развиваться. Например, чтобы прибор заметил ток, нужно, чтобы тысячи электронов каждую секунду пролетали сквозь этот промежуток. То есть нужен довольно яркий свет. Да и то не каждый электрон выбивается каждым фотоном. Бывает, что фотон поглощается, а электрон не выбивается. Хочется прям вот каждую частицу света заметить, каждый элементарный фотон. Это оказалось возможным сделать с помощью фотоэлектронных умножителей. Работают они так. По сути, это фотоэлементы, только их тут много. И работает эта штука так. Колба. Из нее откачан воздух, там вакуум, он не мешает. И прозрачное окошко. Сквозь него падает свет, собранный телескопом. На первой фото... Мы их называем динодами. По сути, это аналог фотокатода, только тут они почему-то называются диноды. Падает. Выбивает один фотон. Один фотон упал, один электрон вылетел. Это так называемый внешний фотоэффект. То есть он покидает пластинку. А сюда, вот видите, контакты. Подается напряжение разное. Разность напряжений около 100 вольт. Электрон летит отсюда к более положительному диноду сюда. А по пути разгоняется. 100 электрон вольт приобретает энергию, перелетев вот этот промежуток. Ударяет и выбивает обычно 2, 3, а то и 4 дополнительных электрона. Куда они летят? К следующему. Тут тоже разность потенциала. К следующему диноду. И каждый из них выбивает еще несколько. Дальше понятно. Нарастает лавина электронов. И уже к последнему каноду приходит не один электрон, а около миллиона. Вот можете посчитать. Если 10 каскадов излучения, и на каждом в 4 раза увеличивается количество электронов, то в 10 степени это будет примерно 10 в 6 степени. То есть миллион. Миллион электронов — это хороший ток, достаточный, чтобы любой прибор более или менее чувствительный его заметил. Значит, мы таким образом считаем количество фотонов. Просто каждый, почти каждый фотон регистрируется этим прибором. Фотоэлектронный умножитель выглядит вот так. Ну, примерно как и схема его выглядела. Это наш классический ФЭО фотоэлектронный умножитель. ФЭО-29. Довольно старый, но астрономы много лет работали с таким прибором. Загляните внутрь. Вы видите серию вот этих самых вторичных катодов. Ну, то есть динодов, как мы их называем. Это умножительную систему, которая лавину электронов вызывает. Но тут мы лишь считаем количество фотонов, а не знаем, какое изображение при этом имеет объект на небе, пославший нам этот цвет. Мы только полное количество света узнаем. А хочется изображение получить, увеличить его яркость, сделать его заметным. Для этого служит электронно-оптический преобразователь. Электронно-оптический. Он сначала оптическое излучение переводит в электронный поток, а потом из потока электронов снова в оптическое излучение, но уже более яркое. Делается это так. Колба, откачан воздух, разность потенциалов. Тут минус, тут плюс, как всегда. Несколько киловольт, несколько тысяч вольт. На поверхность фотокатода снаружи падает поток света, собранный телескопом. Это изображение. Из каждой части, куда яркий фотон попал, вылетает электрон. И летит не просто куда-то, а вся эта колба одета в специальные электрические катушки, которые создают магнитное поле. Как правило, магнитное. Иногда бывает электрическая система фокусировки, но чаще магнитное. И электрон летит к конкретной точке вот этого экранчика. Куда бы из этой точки не вылетел, в каком бы направлении не полетел электрон, магнитная линза сфокусирует его и обязательно отправит вот сюда. То есть каждая яркая точка на фотокатоде передает, как говорят математики, взаимно однозначное соответствие, получается, между изображением, собранным телескопом, и изображением, которое электроны переносят на этот экран. Но они же по пути разгоняются. Помните о разности потенциалов? Они разгоняются и с усилием бьют в этот экран. И здесь возникает яркое изображение. Это очень похоже на экран старых телевизоров. Там электронная лучевая трубка тоже на этом же принципе работала. Электроны бьют, а здесь мы видим яркое светящееся изображение. Очень полезный прибор. Он усиливает яркость и при этом сохраняет картинку. Такие приборы часто используются военными или охотниками, которые ночью работают. Как приборы ночного видения, прицелы ночного видения. Они переводят инфракрасное, тепловое изображение, которое здесь создается, в оптическое изображение, которое мы рассматриваем глазом. Таким образом ночью можно увидеть теплые объекты. Медведя или танк. Все, что теплее окружающей среды. В наше время самыми популярными приемниками света являются ПЗС-матрицы. ПЗС значит прибор с зарядовой связью. Чаще мы видим их в виде английской аббревиатуры CCD. Чаще Apple Device. Тоже прибор с зарядовой связью. Состоит он из большого количества элементарных ячеек, пикселей. В наших бытовых фотокамерах или в камерах сотовых телефонов перед набором пикселей, перед матрицей пикселей, еще ставят такой набор светофильтров, чтобы делить свет на красный, синий и зеленый. И потом мы сразу получали с фотоаппарата цветное изображение. Астрономы, как правило, этого не делают. Мы никаких специальных фильтров, вот такую мозаику не ставим перед матрицей, а просто черно-белое изображение. Вернусь сюда. Получаем черно-белое изображение, но если нам надо цветное получить, мы закрываем всю эту поверхность сначала синим, потом красным, потом зеленым фильтром, получаем три отдельных картинки, складываем их вместе, тогда получается цветное изображение. Как работает ПЗС-матрица? Вот элементарные пиксели. Падают фотоны, они попадают в полупроводниковое тело этой матрицы и вызывают там появление свободных электронов. Это тоже фотоэффект. Но он не внешний, когда электрон вылетает наружу, он внутренний. Электрон становится свободным, отщепляется от кристаллической решетки, но еще никуда не убегает. Его тут потенциал электрический держит как бы в ямке. А потом волна электрического потенциала передает эти накопленные электроны дальше к краю ПЗС-матрицы. И вот так вот эта передача происходит. Сначала накапливается изображение внутри матрицы, и оно в виде разных электронных коробочек, таких плотностей электронов разных. А потом волна электрического напряжения гонит к краю матрицы, а на краю уже элементарные проводнички, провода электрические, снимают эти электронные изображения, то есть передают их на считывающий прибор. Грубо говоря, так. Детально вы можете с этим познакомиться. Например, в Википедии очень хорошая, даже в русскоязычной Википедии, хорошая статья о ПЗС-матрицах. В последнее время стали делать ПЗС-матрицы не плоские, как обычно, а вогнутые. Догадались зачем? Ну, конечно. Чтобы избежать кривизны поля, присущей любому фотообъективу. У нас сетчатка глаза имеет такую форму, и теперь ПЗС-матрицы в фотокамерах тоже приобрели такую форму. Ну, в бытовых камерах есть и те, и другие, ну, а на телескопах это, конечно, гораздо более крупные. Представьте, значит, вот это наш сотовый телефон, и там в конструкциях последнего времени три, а то и четыре фотокамеры. Представляете, какие они мелкие, какие там крохотные ПЗС-матрицы работают, и тем не менее изображение неплохое передают. А вот фотокамера большого телескопа. Это сооружение весом более тонны. Внутрь закачивается холодный газ, ну, даже, точнее говоря, холодная жидкость, жидкий азот, который охлаждает эту матрицу до такой степени, чтобы там не рождалось свободных электронов случайно из-за тепловых колебаний самой кристаллической решетки этого приемника света, а только рождались электроны от попадающих туда фотонов света, приходящих из космоса. Тогда мы получаем идеальное изображение. В общем, это очень сложная конструкция. Ну, так и картинки она дает, тоже замечательные, которые обычным фотоаппаратом не получишь. Вот туманность Андромеды, точнее говоря, спиральная галактика в созвездии Андромеды, наша любимая, близкая к нам галактика, и мы ее фотографируем такими ПЗС-матрицами на профессиональных телескопах. Очень хорошо. Или вот такие объекты. Это область формирования звезд, то есть горячий газ, а вот здесь холодный газ, из которого формируются на наших глазах звезды. Все хорошо, но нам мешает атмосфера. Над каждым телескопом километры и километры бурлящего воздуха. И с этим что-то надо делать. Собственно говоря, иногда атмосфера настолько забита облаками, либо каким-то смогом, частицами твердыми, что мы вообще ничего не видим. Астроном, выходя на наблюдение, всегда смотрит на небо, то есть наверх, и обычно говорит, небо есть. Это значит, что облаков нет. Или сегодня небо нет. Это значит, что небо-то есть, но оно закрыто облаками, и космоса не видно. В конце концов, как-то надо с этим иметь дело и преодолевать. Во-первых, мы уже говорили о том, что перепады температуры воздуха от дневного к ночному, они очень сильно корежат, меняют конструкцию, создают тепловые напряжения в конструкции телескопа. Это довольно сильно телескоп мешает. Поэтому их накрывают башнями, куполами. Вот наш 6-метровый телескоп на Кавказе. Видите, какой огромный купол, кстати, весом около 1000 тонн. И вообще большая башня. Это самая большая башня телескопа в мире. Как-то никто более крупную не построил. Но это особенность нашего телескопа, он очень длинный. Пришлось сделать такую башню. Но это, правда, дорогое и очень сложное сооружение. Как-то надо преодолевать эти тепловые деформации. Кроме того, телескоп все время во время наблюдений поворачивается, наклоняется то в одну сторону, то в другую. И гравитация искажает форму трубы, форму зеркала. Чтобы все это преодолеть, используется система активной оптики. То есть компьютер, опрашивая лазерным лучом форму зеркала, постоянно измеряя ее, создает управляющие сигналы, вырабатывает такие управляющие сигналы, которые передают напряжение на нижнюю часть зеркала. Ведь нижняя часть не работает. У нас свет отражается только от верхней части зеркала. В этом-то как раз и преимущество зеркальных телескопов. А снизу мы можем контролировать их форму с помощью вот этих механических, можно их назвать домкратами или пальчиками, их называют актуаторы, то есть исполнители воли компьютера. Компьютер понимает, как надо нажать на зеркало, чтобы программа компьютера вырабатывает сигналы, чтобы оно исправило свою форму. Актуаторы выполняют эту задачу, нажимают и поддерживают зеркало в идеальной форме. Это задача активной оптики. Делается это нечасто. Раз в несколько секунд, раз в 10 секунд опрашивается форма зеркала, выясняется, где оно искривилось немножко, и выполняется эта работа по восстановлению формы зеркала. Кроме того, вторичное зеркало, которое отражает свет дальше на светоприемную аппаратуру, тоже нуждается в небольших коррекциях. И это тоже делается по сигналам, приходящим от компьютера. Вот так устроено зеркало, активное зеркало, состоящее из отдельных зеркальных элементов. Его обычно называют сегментированным, то есть оно разрезано на части, оно состоит из набора элементарных зеркал, не очень больших. Каждый из них неплохо сохраняет свою форму, но друг относительно друга они все время подстраиваются. Вот посмотрите, как это выглядит на близком расстоянии, вот эти вот сегменты, зеркальные сегменты зеркала, а сзади там мощнейшая система управляющей механики и электроники, которая все время контролирует взаимное положение этих зеркал, и в конце концов они сохраняют идеальную оптическую форму, которая нужна этой общей системе из сегментов, их там иногда многие десятки, и таким образом активная оптика выполняет свою роль. Вот так выглядят актуаторы, вот эти маленькие моторчики, там иногда кристаллические приводы есть. В общем, перемещения это небольшие должны быть, но происходить с некоторой скоростью. Ну, атмосфера Земли бурлит, и кроме того, что она меняет температуру телескопа, она еще быстро-быстро искажает картинку перед телескопом. Вот давайте посмотрим опоследовательно. Эта фотография Земли из космоса сделана в оптическом диапазоне, то есть в тех лучах, которые мы глазами видим. Ну, атмосфера, конечно, не совсем прозрачная, видите, облака-то закрывают примерно третью часть атмосферы, но в некоторых местах, вот в Калифорнии и в Чили, на севере Чили более или менее прозрачная. В воздух редко бывает, облачность, и атмосфера почти прозрачная. Но если мы перейдем в инфракрасный диапазон, это ближний инфракрасный диапазон, это то, что еще сова, например, видит, или какая-нибудь змея, ночное зрение у нее видит, то атмосфера Земли становится почти непрозрачной. Контуры материков еще угадываются, но уже облачность закрывает большую часть поверхности Земли. А вот фотография Земли из космоса в дальнем инфракрасном диапазоне. Это лучи длиной в сотни микрометров. То есть это то излучение, которое теплое тело человека или какого-то животного, или теплое тело молодой звезды, или теплое тело планеты далекой излучает. Нас очень интересуют эти лучи, но они совершенно не проходят сквозь атмосферу Земли. Мы не видим поверхность Земли из космоса в этих лучах, но, значит, и находясь на поверхности Земли, мы тоже не видим лучи, приходящие к нам издалека. Давайте последовательно посмотрим, при все большем и большем увеличении, как атмосфера портит изображение космических объектов. Вот Луна при взгляде в бинокль или в небольшой телескоп. Четко? Четко. Берем телескоп среднего размера, смотрим на Луну уже в приличном увеличении, раз 200-250 увеличение. Хорошо? Хорошо видим. Значит, можно сделать большее увеличение. Ставим другой окуляр, делаем большее, и замечаем, что картинка начинает уже как-то немножко терять резкость. Расплывается изображение. А при еще большем увеличении еще больше расплывается. Это, конечно, влияние атмосферы. Вот динамичная съемка, это киносъемка, и вы видите, как колебания воздуха, неоднородность воздуха на пути светового луча, бурление воздуха постоянное меняет картинку. И вы тут не можете понять, вот мелкие детали видны, или они случайно как-то там появились, потом пропали, и, в общем, мелких деталей вы не видите. Даже на поверхности Луны мы не можем различить детали в телескоп менее одного километра. Редко-редко полкилометра бывают видны детали, но более мелких никогда в телескопе. Ну, а на далеких планетах и того крупнее. Воздух постоянно движется. Слои воздуха имеют разную температуру, и как линзы преломляют идущий свет, и изображение звезды начинает... Вот смотрите, ветер дует на одних высотах, в одну сторону, на других, в другую. И неподвижное в космосе изображение звезды становится движущимся перед объективом телескопа. А если мы какой-то протяженный объект рассматриваем, лучи идут по разным траекториям, и тогда детали изображения начинают двигаться друг относительно друга. И вот так мы сфотографировали звезду. Вот так мы видим звезду при большом увеличении. Ну, разве это звезда? Это просто какая-то сумасшедшая медуза, пляшущая перед нами. Как нам понять, что там в этом изображение? Может быть, там несколько звезд? Может быть, одна какую-то форму имеет? Нет, атмосфера нам этого не дает. Что делать? Изобрели систему подавления атмосферных помех. Она называется адаптивная оптика. Адаптивная, значит, которая приспосабливается, меняет свои параметры сразу после того, как изменились параметры атмосферы. Делается это так. Телескоп собрал свет и отправил его на мягкое зеркало, управляемое компьютером. Свет отразился от мягкого зеркала, пришел на полупрозрачную пластинку, которую я половину отправила на прибор, ну, например, на фотокамеру, а половину на анализатор изображения. Анализатор выяснил, как именно исказилось изображение, вот волновой фронт света, проходя через атмосферу. И с помощью компьютера сформировал такой сигнал, который выгнул мягкое зеркало так, чтобы картинка стала идеальной, чтобы свет исправил свою форму. Вот сейчас звезда прыгает на экране компьютера, потому что атмосфера вызывает дрожание изображения. Мы включаем обратную связь, проанализировали, ну, вот сейчас выключили ее, звезда прыгает, проанализировали картинку, компьютер выработал сигнал, исказил мягкое зеркало, звезда застыла, четкость восстановилась. Результат. Система адаптивной оптики отключена, перед нами размытое изображение, детали не видны. Включили адаптивную оптику, мы видим, там две звезды, оказывается, были, а тут это было практически незаметно. Или вот планету. Мы наблюдаем планету Нептун с выключенной адаптивной оптикой и системой включенной. Как видите, размытое изображение становится четким, и появляются детали в атмосфере. Или планета Уран. Выключена адаптивная оптика и включена. Иногда наземный телескоп с системой адаптивной оптики работает лучше, чем космический. Вот пример. Уран, сфотографированный космическим телескопом Хаббл, и Уран, сфотографированный наземным телескопом КЕК 10-метрового диаметра с системой адаптивной оптики. Это изображение более качественное. Замечательное изобретение. Ну или вот адаптивная оптика позволяет сфотографировать Юпитер с такими же мелкими деталями, как его космический телескоп фотографирует, летая за пределами атмосферы. Солнце. Довольно сложно было создать систему адаптивной оптики для наблюдения Солнца, но ее создали. И, пожалуйста, система адаптивной оптики отключена. Ну, какие-то детали более крупные заметны, но вот эта тонкая структура атмосферы, вот эта грануляция, то есть кипение Солнечной атмосферы очень плохо проявляется. Включили систему адаптивной оптики, четкость стала намного выше, и мы можем изучать поведение Солнечной поверхности в его мельчайших деталях. Это замечательное изобретение. Реализуется оно довольно дорого. Оно только на больших и, как сказать, хорошо финансируемых телескопах реализуется, потому что это действительно сложная конструкция, но выгода очевидна, и астрономы стремятся все более и более мелкие телескопы снабжать системами адаптивной оптики. Спасибо. До свидания. Канал «Наука и сон». Вы отдыхаете, мы показываем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова